Первая встреча была в 2016 году, это более камерная встреча для участников программы «Пасека». В прошлом году мы проводили более такую открытую встречу, куда пригласили несколько пасечников и несколько спикеров от ФУО, где обсуждали и гостей мероприятия, где обсуждали развитие прогона в России. А поднимите руки, кто-то был в прошлом году на нашей встрече? О, значит у нас много новых свежих лиц. Отлично. И в этом году мы решили не утруждать наших гостей каких-то так дискуссиями, а дать выступить нашим замечательным спикерам от «Пасеки» и дальше дать целый час, чтобы гости, представители от НКО и различных проектов могли пообщаться. Поэтому у нас сегодня с 9 до 10 после всех выступлений будет небольшой вот ужин с нетворкером. Здесь есть люди, которые про «Пасеку», про «Теплицу» знают поверхностно и вообще не знают. Ага, отлично. Я начну издалека. У нас есть общий проект «Теплица социальных технологий». Это общественный образовательный проект, который направлен на развитие сотрудничества между некоммерческим сектором, социальными проектами и IT-специалистами, дизайнерами, маркетологами и так далее. У «Теплицы» есть много подпроектов, но один из подпроектов – это как раз программа «Пасека». Собственно, программа «Пасека» – это сообщество, студия, агентства, IT-компании и фрилансеров, которым интересно сотрудничество с НКО и соцпроектами. Какие-то услуги они могут оказывать про фона безвозмездное, что-то небольшое, да? Либо какие-то более крупные услуги по дружеской цене. То есть, как это, они оценивают проект по коммерческой стоимости и делают какую-то скидку. Вот так выглядит наш сайт. У нас на главной есть кнопка «Участвуйте в программе», она для студий. А рядом есть «Делать заказ для некоммерческих организаций». То есть, если вам нужна какая-то услуга по дизайну, разработке, продвижению и так далее, то вы можете сделать запрос, то есть нажимаете на «Сделать заказ», заполняете краткий бриф, он попадает в мне, я его модерирую, связываюсь с вами, то есть, уточняю какие-то вопросы и рассылаю ваш запрос по всем нашим участникам. Что значит «модерирую»? У нас есть какие-то формальные ограничения, допустим, через «Пасеку» официально мы не можем работать с такими более государственными НКО, с зарубежными, с политическими, с религиозными. Поэтому, если вы не попадаете под формальные требования «Пасеки», вы, к сожалению, не сможете работать официально через «Пасеку», вот с помощью «Заполнив бриф», да? Но что делать в этом случае? Не стоит расстраиваться, у нас на сайте чуть ниже есть полный список наших студий. Полный список, он ассортирован по количеству кейсов, и здесь справа есть колонка фильтра по услугам, фильтр по городу. Фильтр по услугам, фильтр по городу, потому что некоторым принципиально, допустим, сотрудничать только со студиями своего города. И фильтр — это компания, фрилансеры и сервисы. Компания, фрилансеры — это потому что кому-то бывает принципиально работать только с компанией, а кому-то кто-то может сотрудничать с фрилансером. Ну и про сервисы я расскажу чуть более подробно уже дальше. Собственно, вот это специально было сделано для этого, чтобы если какие-то РТО или там соцпроекты не подходят под формальные критерии для участия в ПАСИКе, для сотрудничества с нами напрямую, вы можете спокойно воспользоваться этим каталогом на главной странице сайта. Допустим, вам нужно что-то по дизайну, можно отфильтровать по дизайну, будет список студий, которые занимаются дизайном, зайти на их персональные страницы, ознакомиться с их кейсами, и там будет также ссылка на их сайт, и можно зайти на их сайт и по контакту, которые есть на их сайтах, выйти на них. На ПАСИКе у каждого участника есть свое портфолио, там они публикуют только свои социальные кейсы, некоммерческие. Но вообще основная масса студий в ПАСИКе — это обычные коммерческие компании, то есть это не какие-то там наши сотрудники, рабы, еще кто-то, да, это независимые, свободные студии, у которых есть свои, так сказать, коммерческие проекты. Основная масса — это коммерческие проекты. Но вот они готовы участвовать в ПАСИКе и тратить свое время на какие-то соцпроекты. Собственно, если вы не подходите под какие-то формальные критерии, можете пользоваться нашим реестром с фильтрами. Если вы подходите под наши формальные критерии, вы, соответственно, можете заполнить заявочку, он попадает к вам ко мне, я с вами свяжусь, задам какие-то уточняющие вопросы и сделаю рассылку вашего запроса по всем нашим студиям. Почему мы делаем так? Очень часто к нам обращаются с таким запросом, типа, порекомендуйте кого-то там сделать дизайн. Мы в 99% случаев стараемся не рекомендовать кого-то одного или двух. Мы именно рассылаем по всем студиям. Почему это делается? Во-первых, это, грубо говоря, чтобы не было никаких серых схем, что у нас есть какие-то там любимцы, и они получают лучшие проекты, а какие-то нелюбимцы там самые последние. То есть мы рассылаем всем и проводим, грубо говоря, такой мини-конкурс. Как это? Мини... Да, то есть... Мини, да. Тендер, да, все правильно. Мини-тендер. Во-вторых, это несет образовательную часть, так как наш общий проект Тиблис, это образовательный проект. То есть, с одной стороны, мы готовы вам помогать, с другой стороны, мы не готовы там вам вот все делать за вас. Вы должны как-то еще образовываться. И если будут, когда будут отклики от студии, вы получите уникальный опыт общения с разными студиями. В среднем у нас на каждый запрос где-то 5-10 откликов от разных студий из разных городов с разным ценовым сегментом. Но, естественно, при условии, что это запрос адекватный. Что значит адекватный? Это где сроки, бюджеты, с требования, они нормальные. То есть, если вы хотите там разработать какой-то портал типа Airbnb для бездомных людей за 10 тысяч рублей, или за бесплатный, запрос неадекватный, и нет смысла даже писать. Да, если у вас запрос адекватный, то можно спокойно заплатить заявку, и мы с вами посотрудничаем. Дальше я рассылаю по участникам пасеки. Кому интересно, те откликаются. Я им скидываю ваши прямые контакты. И они связаны с вами напрямую, и вы общаетесь уже с ними напрямую без нас. От нас вы получаете, ну, в частности, от меня, как от координатора пасеки, получаете какую-то консультационную поддержку. Если будут какие-то спорные вопросы, возможно, там непонятки, да, или даже конфликтные ситуации, мы всегда готовы помочь. Ну, и такой подход еще позволяет, как сказать, вам лично, вам научиться делать правильный или, может быть, даже неправильный выбор. Потому что очень часто бывает, допустим, вот у студии, там, пришел запрос от Великона, на него откликнулось 5 студий, они со всеми пообщались, там, 3 студии более-менее, одна, вроде, самая опытная, с ними вообще какую-то общение, вот даже первоначально не получилось, а вот пятая студия, вроде, у нее опыта поменьше, но они прямо на ПСПГ уже общение как-то установили какую-то такую ментальную связь, и как-то вот им удобно, и сразу готово общаться. Поэтому, поэтому такой подход именно рассылать по всем, не рекомендовать кого-то от 2-3, да, самых лучших, с какого больших есть, а рассылать по всем, чтобы вы имели право выбора. Этот подход, мы считаем, более лучшим, более качественным. Ну и, опять же, образовательная часть. Собственно, как уже сказал, плюс этого подхода в том, что вы получаете от нас консультационную поддержку, минус то, что здесь есть формальные ограничения. Плюс вот этого подхода, то, что здесь никаких ограничений нет. Но здесь вы, конечно, официально нашу поддержку, как сказать, мою, допустим, консультации не получите. Дальше я расскажу про историю успеха программы «Пасека» за последний год. Вообще, за последний год удалось помочь многим НТО, были какие-то небольшие запросы, были крупные проекты. Я, наверное, остановлюсь на более таких крупных проектах. Не буду рассказывать, кто-то кого-то проконсультировал, кто-то кого-то там логотипчик подвинул на сайте и так далее, да, хотя это все было. Вот один из последних крупных проектов, это доработка сайта фонда «Жизнь». У нас есть и как действующие участники «Пасеки», так и какие-то потенциальные партнеры, которые, ну, иногда бывают потенциальные партнеры, у которых есть большой коммерческий опыт, а некоммерческого нет, им интересно его получить. И вот такой студией была компания «Велес» из Сочи, и они сказали, что если придет какой-то запрос от РКО, они готовы сотрудничать. Через какое-то время нам написал «Фонд «Жизнь», вот ссылочка на него, и у них было много запросов и обновить дизайн, и сайт для работы, да, и адаптировать под модельные устройства, под планшеты, и автоматизацию платежей. Я им сразу сказал, что это очень много запросов, и бесплатно такое делать никто не будет. Но этот фонд, слава Богу, оказался приличный, нормальный, адекватный фонд, они сказали, что готовы обсуждать какой-то бюджет. и не стали теряться на связи. Собственно, я скинул вконтакте Велесу, они пообщались, и Велес, и как-то вот у них установилась какая-то ментальная связь, и Велес полностью реализовал все задачи безвозмездно. Вот, собственно, так сайт выглядит, сейчас на мобильных, там на планшетах, то есть он полностью адаптивный. Хотя я повторюсь, что все-таки такие глобальные задачи, они, ну, в основном делают какой-то, нужен какой-то бюджет, потому что адаптация сайта под мобильное устройство это очень сложная задача, особенно если у вас сайт такой старенький, допустим, да, копаться там в его верстке, это месяц можно убить, там просто так. Следующий, это более крупный проект, он уже был, естественно, реализован с каким-то бюджетом по дружеской цене, к нам обратилась организация Контакт, которая помогает детям с расстройством мунического спектра, им нужно было создать портал, у них уже было более-менее проработанное ТЗ, и они уже даже выиграли грант. У них были какие-то там знакомые студии, но эти студии в основном там пенили маленькие сайтики, и для такого проекта они подходили. Они обратились в Пасеку, мы их нашли студию, и через пару месяцев проект был реализован. Вообще у нас вот, я по своему опыту знаю, самая такая целевая аудитория, после которой именно получаются хорошие проекты, и вообще получаются. То есть, это когда вот есть какой-то более-менее проработанная идея, не обязательно там ТЗ на 30 страниц, но хотя бы не просто голой строчки, мне нужно сайт, а что-то более проработанное, и какой-то, допустим, если это проект крупный, финансированный, возможно, они уже, допустим, выбирали грант, не знали, куда бежать, а грант нужно, по гранту нужно было читаться там уже через пару месяцев. То же самое было с проектом «Изнанка», «Волонтер», но про них уже, это тоже крупные проекты, но про них уже расскажут мои коллеги. Да, то есть, как уже сказал, это основная такая, самая целевая аудитория, с которой можно работать. Наверное, просто активисты, стартаперы, с идеей, наверное, не сильно смогут, ну, как получится сотрудничать, да, здесь лучше, наверное, идти в там какие-то акселераторы, инкубаторы, там, программы «Ипокхаба», «Филтех», акселераторы, «Рыбаков фонда», а если вот уже у вас суда более проработанная, да, то вот с этим уже можно подавать спать. Да, вот так проект выглядит портал, вот его ссылочка, можно зайти посмотреть. Также один из последних проектов летом мы запустили совместно с Google, проект называется «Google AdWords для общественного блага». Он был запущен в конце, в конце весны, где-то этого года. Собственно, в чем суть этого проекта? У Google есть программа «Google AdWords», и они дают 10 тысяч долларов на продвижение сайтов некоммерческих организаций Google AdWords. Соответственно, но там большинство НКО, когда даже если получат эти 10 тысяч долларов, они не знают, что с ними делать, как настраивать, как ввести компанию и так далее. Поэтому мы совместно с Google придумали такой проект, вот ссылочка на него. Для начала мы хотели собрать заявки от заинтересованных специалистов по контекстной рекламе, в частности, по Google AdWords. и у нас было около 10 заявок, появились несколько НКО, но мы пока еще не сильно пиарили этот проект, потому что мы решили, так как, я не побоюсь этого слова, он реально уникальный, да, потому что нет еще такого, то есть у коммерческих проектов есть там, как продвигать, допустим, интернет-магазины в Google AdWords, есть какие-то уже прям такие методологии, да, а как продвигать НКО, особенно разных тематик, или каких-то стандартных тематик, там, Google AdWords, это, такого еще нет. Поэтому у нас есть несколько тестовых пар, специалист плюс НКО, и они продолжают работать. Но пока, к сожалению, здесь вот гордиться чем-то, кроме роста, посещаемости их сайтов нет. Собственно, здесь есть две причины. Это, во-первых, ограничения по гранту, то есть, если бы вы 10 тысяч долларов использовали своим, у вас был бы, грубо говоря, вот такой функционал, да, Google AdWords. А так как это будут 10 тысяч долларов по гранту, то у вас там больше половины функционала урезано. И это очень сильно, конечно, ограничивает даже специалисты, у нас специалисты, отдельные фрилансеры, которые работают с НКО, у них есть сертифика, сертифицированные партнеры Гугла, и они, как я уже сказал, результатов кроме роста трафика нет. Конечно, то, что рост посещаемости вашего сайта, это хорошо, но без каких-то таких более существенных результатов, типа там, новые пожертвования, новые волонтеры и так далее, этот результат ничто. Вот поэтому это основная проблема это ограничение Google Гранта. Ну и вторая проблема это то, что все-таки продвижение, это комплексно работает. Не просто там вбил компанию Google AdWords и пошел, и пошли, пошла реклама, пошли пожертвования, мы богачи, да, надо еще, возможно, придется там работать по дизайну, разработке, например, если у вас сайт не адаптивен, да, под мобильным устройством, вам не помогут в действии 20-30 тысяч долларов, потому что все больше людей заходят с мобильных устройств, даже если они увидят в контекстной рекламе ваш сайт, они зайдут, посмотрят, что он не адаптивный, уйдут. Собственно, посещаемость сайта у вас выросла, а результатов никаких, то есть, целевых действий никто не совершил. Поэтому, если кому интересно по этому проекту, напишите, можете написать на мою почту, она будет в конце. Следующее у нас сервисы. У нас появился, в этом последний год у нас появились различные категории сервисов, то есть, мы решили не только приглашать студии, агентства и фрилансеров, которые там что-то делают по дизайну, разработке, маркетингу и так далее, мы решили также приглашать какие-то сервисы, которые дают какой-то функционал и готовы добывать его функционал либо со скидкой, либо бесплатно для НКО. Один из первых сервисов это была платформа InSales. Платформа InSales это профессиональная платформа для создания интернет-магазинов. То есть, там, это грубый реконструктор с помощью один из самых популярных, с помощью него можно собрать интернет-магазины и начать продавать свои товары. Вообще, InSales на 14 дней дает бесплатный доступ всем, но для НКО они готовы давать бесплатный доступ на 6 месяцев. Это, мы считаем, очень хорошо. И участники Басики, то что, во-первых, вообще, вообще, конечно, создать интернет-магазин лучше всего там своя разработка, уникальный дизайн и так далее, но даже если вы вложите с него там 500 тысяч, абсолютно нет гарантии, что на него будут заходить и что-то покупать. То есть, сначала лучше протестировать свою гипотезу, свою идею. И вот InSales для этого хорошо подойдет. То есть, может быть, у вас и не получится там сайт Aliexpress, да? Но какой-то более-менее приличный интернет-магазин, через который можно что-то продавать. У вас получится. Если продажи пойдут, то через 6 месяцев можно будет перейти на платный тариф и продолжать развивать магазин. Если не пойдут, то просто закрывается, аккаунт закроете и ничего, кроме времени, не потеряете. То есть, деньги, никакие деньги не потеряете. Вот, кстати, один из проектов соцпредпринимательства BySosial он реализован на платформе InSales. Вот ссылка. Все ссылки у меня здесь справа. Также у нас одни из, одни, два из последних сервисов это Unisender и AmaCRM. Unisender готов давать скидку 50% на использование своего сервиса это 7 из плановых почтовых и смс-рассылок. AmaCRM готов бесплатно давать свою CRM на передпользователя для NKO на 6 и более месяцев при условии, что вы будете не пользоваться. Но про эти сервисы я подробнее рассказывать не буду, потому что у нас сегодня будет выступать и представитель AmaCRM и представитель Unisender и они более подробно расскажут про эти и про свои предложения. Ну и вот, в принципе, все. Вот мой слайд. Можете его сфотографировать, добавить в избранное, поставить в рамочку. Вообще, по любым вопросам можете писать сразу на эту почту, но обязательно проверяйте папку спам. Не бывает таких писем, на которые я не отвечаю. Бывают такие письма, которые у меня попадают в спам. Поэтому у меня очень часто попадают в спам. некоторые жалуются. О чем вы на меня не ответили месяц уже ждет. Как ответил? Проверьте папку спам. А, да, все. Так, у нас еще даже есть время, если есть какие-то вопросы ко мне, то давайте. А я с социальным предпринимателем начинающим работаю? На том, сейлс. Вообще там там у нас в заявке здесь обязательно ГРН. Но мне кажется, именно по соцпредпринимательствам можно. То есть да. И, кстати, это микрофон для этого надо будет. Спасибо. Влад, можешь? Или кто-то? Спасибо. Там, включите. Что-то. Спасибо. Вопрос касательно Двордс. Как стать участником программы работают как агентство присоединиться с одной стороны к людей может быть у нас подружить с каким-то НКО. А с другой стороны у нас тоже просто есть НКО, которые к нам обращаются как агентство. Как нам вас подружить с этими НКО и еще вопрос как они могут тоже воспользоваться уже гугловским вот этим грантом. Сложное ли это процедура или нет? Да. Спасибо за ваши вопросы. Влад, давай ты наверно хочешь это микрофон таскать, а там уже регистрацию может быть немного людей. Отвечаю на первый вопрос. Да, если вы хотите познакомиться с НКО, к нам приходят различные запросы, и вы же должны были быть в копии последних рассылок. И если вы останетесь сегодня с 9 до 10, я думаю, вы много с кем познакомитесь. Да. Ну и рассылки, у нас постоянно приходят запросы, и мы ставим копию всех. Ну, единственное, конечно, мы ставим копию тех, кто соответствует услуге. То есть, если приходит запрос по дизайну, допустим, разработать логотип, то в копии письма будет только студия, занимающаяся дизайном. То есть, запрос не уйдет студиям по разработке и по продвижению, но это лишний спам. Да, поэтому, если вы, допустим, занимаетесь разным профилем, по последним проектам вы же студия, вы были в копии. Ну, вот у нас больше реклама, а делали мы проект по дизайну, по видео. А у нас больше акцент на продвижении, реклама. Ну, тут все зависит от того, как к нам придет запрос. То есть, когда приходят запросы, мы все рассылаем. по почту по Google AdWords. И я сказал, если кому, всем, кому заинтересовал проект, пишите на эту почту, мы пока сформируем такой список в очередь. Потому что, я еще раз скажу, потому что мы хотим сейчас доработать с нашими тестовыми парами, чтобы получился какой-то там более реальный результат. Потому что, я как уже сказала, кроме роста посещаемости пока особо ничего нет. И, кстати, про Google AdWords сегодня будет замечательный спикер, который еще подробно расскажет. Можно? Вот микрофон, давайте, мы записываем. Он, наверное, выключен, да? Возможно, заказ ролика с самим роликом либо инфография он же комиссионный для этого. Да, все возможно. И, кстати, вот как раз вот эта студия, вы делали видеоролик. Дмитрий, вы делали видеоролик, вот можете еще... которые делали. Да, пожалуйста. Какой разработка приложений для сайта? Мобильные приложения у нас совсем мало компаний, потому что, во-первых, мобильные приложения это очень дорого, даже со скидкой там может быть там 1500. Во-вторых, НКО и соцпроекты нужно очень хорошо подумать перед тем, как это делать. Это разработка недорогая и сложная. может быть до начала вам хватит чат-бота или какого-то там... Уже хорошо? Но у нас может быть несколько есть, тоже напишите, у нас их не так много как по сайтам, но есть. Да? Можно? Маленькое замечание. Что касается мобильной разработки, то есть если для вас актуально, чтобы было именно приложение иконочка в телефоне, то есть альтернативное решение, называемое ПВА, Progressive Web Application. то есть условно можно сделать сайт, мы таким уже практически неяли, соответственно, зайдя на сайт, появляется иконочка, добавить на главный экран, добавляете, человек уже, соответственно, пользуется не в браузере открывать с новой вкладкой, а полноценное полноэкранное приложение. Ну, в данном случае нужно конкурировать наше приложение, которое будет выполнять конкретные функции, которые сайт не выполняет и не может выполнять. А можно этот функционал сделать в рамках сайта и упаковать его в один приложение? Ну, мы с вами обсуждаем. Можем. Можно. Ну, и можете также написать. Простите, а работаете ли вы с юрлицами только? Если вот мы сейчас в процессе регистрации, но у нас давно существует проект плантерский, а можно ли к вам прохитить? Вообще, да, у нас при подаче заявки обязательно есть поле ОГРН, но если вы вот прямо серьезно НКО и уже регистрируетесь, вы тоже можете напишите на почту, пообщаемся. Хорошо. Так, и мы тогда, раз больше вопросов нет, мы переходим к нашим замечательным экспертам. Сегодня у нас будут не все 100 участников ПАСИК, а только самые лучшие. Да, но зато это не просто самые лучшие, они реально это специалисты абсолютно разных профилей. Это дизайн, это разработка, продвижение и представители сервисов. Формат выступления, то есть у нас 7 как раз вот сейчас, то есть до 9-2 часа на наступление спикеров, по 15 минут на выступление каждого спикера, 12 минут на выступление, 3 минуты на вопросы из зала. Если не успели вопросы задавать, не переживайте, у нас с 9 до 10 будет нетворкинг для всех. в следующем году. Спасибо.